Федеральный бюджет выделил на поддержку Владимирских аграрий в 300 миллионов рублей. Об этом в субботу на праздновании Дня работника сельского хозяйства заявила губернатор Светлана Орлова. Она наградила лучших и поблагодарила сельчан за то, что несмотря на ужасную погоду, им все-таки удалось собрать урожай. Правда, не весь. Зерновые, картошка и кукуруза погибли на площади более 30 тысяч гектаров. Орлова пообещала аграриям 4 миллиарда рублей на сельские дороги. Также областной бюджет выделит 50 миллионов на строительство конюшни для Владимирских тяжеловозов. Знаменитую породу обещали поддерживать. Еще в планах у Светланы Орловой каждый год возрождать по сельской школе. Первую откроют в Красной Горбатке. Также в регионе официально взят курс на отказ от труда мигрантов. Заканчивать труд мигрантов – это большие проблемы в области. Несмотря на то, что я в этом году снизила квоту на 7 тысяч, где они живут, как они живут. Может быть, они как разнорабочие хорошо работают. Но я думаю, отрасль сельского хозяйства настолько сегодня будет двигаться вперед, потому что мы ее считаем одним из приоритетов развития экономики. Давайте возвращаться в свои полюсы, профтехучилища, учить механизаторов на высококлассной технике с программным обучением и обучать своих. А в декабре во Владимире пройдет грандиозная новогодняя ярмарка наподобие Страсбургской. В планах открыть 35 теплых домиков, в которых местные производители будут продавать свои товары из развлечений, каток и блины. Губернатор намерен продвигать наши продукты и в других регионах. Не исключено, что скоро Владимирскую сметану или колбасу на завтрак будет есть сам президент. Возможно, мы заключим договор с администрацией президента. Для нас это тоже важно. Будут нашу продукцию брать в Москве и в том числе в администрации президента, потому что она качественная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова